Значит, сейчас совсем в примитивном характере опишем то, что мы наблюдаем в акцепторе результата действия. Значит, есть как бы вы наличные. Вы наличные состоите из, здесь вот написано доминирующей мотивации, но в случае, ладно, я сейчас чуть позже, ладно. Значит, есть условное какое-то желание, это желание окунается в память, смотрит, что бы из вашей памяти могло удовлетворить. Раньше было хорошо, когда что-то происходило. Удовлетворялась моя потребность. Ну, то есть я захотел этот, как его перекусить, значит, посмотрел, от чего едят. От чего мне было, когда вы приходите в ресторан, садитесь, открываете карту, вы думаете, у вас память включается, как вы удовлетворите свою эту уже прекрасную мотивацию. Значит, после того, как вы собрались, я сейчас, ну, детали, обстановочная ферментация, да, наверное, пройдемся по схеме, чтобы вы понимали, что такое обстановочная ферментация. Вот представьте, что вы заходите в один и тот же ресторан, но в нем есть зал, а есть туалет. Когда вы заходите в зал и садитесь за стол, у вас одна обстановочная ферментация. Вам не придет в голову в ресторане, в туалете попросить меню. Хотя вы все равно находитесь в ресторане, так концептуально-то. Занесите в этот. Почему вы не делаете? Там другая у вас обстановочная ферментация, которая как бы стимулирует другую мотивацию, другую потребность. Значит, в общем, короче говоря, есть обстановочная ферментация, есть пусковой стимул, что-то, что из внешней среды, это условный или безусловный какой-то, то есть сигнал, который в рамках этой обстановочной ферментации мне все хочется уже уходить в детали, и я боюсь, что я потеряю вас. Значит, да, значит, в общем, ладно, просто. Значит, у вас есть какая-то потребность, вы знаете, каким примерно способом потребность может быть удовлетворена, и после этого вы рисуете себе, каким образом эта потребность будет удовлетворена и какое действие вы, соответственно, должны совершить. Акцепт и результаты действия – это то, что будущее, которое вы жаждете. В ресторане вы надеетесь, в обычной столовке вы надеетесь поесть, значит, в ресторане вы надеетесь получить удовольствие от принимаемой пищи. Заметьте, что это уже разные вещи. В обстановочной ферментации вы заходите в беляшную. Вы же не ждете сильно получить удовольствие от пищи. У вас, ну, есть, конечно, гурманы, но в целом вы не ждете, потому что обстановочная ферментация, значит, возьми калории и уйди. В ресторане вы собираетесь другую потребность удовлетворить, получить удовольствие от того, что вы посидели, значит, посмаковали, там, к вам приходили, там, что-то там, расшаркались, там, и так далее. Так, значит, вот есть некое ваше ожидание, что вы хотите получить в результате ресторана. Вы не приходите в ресторан с вопросом, а что здесь делают? Хотя в целом, почему бы нет? Заходите там, что здесь делают? Ну, вам разъясняют, а, ну, нормально устраивали. Нет. Значит, у вас есть конкретное ожидание, что вы собираетесь получить в данном конкретном действии. Значит, этот акцептор сформируется на основе вашей памяти и на основе вашей мотивации. Значит, вот есть, что вы хотите получить этот вот. Вам нужна программа действий. Вы должны назначить время, когда вы пойдете, добраться туда, этого места, понимаете, дальше войти, забиться, забиться, попиться за столик, там, еще черта знает что. Вот, оказаться, сесть и вызвать официанта. Вы садитесь, и у вас ждете его. Почему? Что вы? Потому что это элемент программы действий для этого хозяйства. Вы же не идете на кухню сразу? А это был бы самый правильный ход. Ну, то есть, если бы были просто обычным арнобутаном, значит, оказавшись в этом помещении, вы бы просто поняли, откуда пахнет, максимально активно и туда, соответственно, направились. Потому что другие приматы уже явно держат эту пищу при себе. Надо искать, где она болтается, так сказать, без дела. Вот. Значит, вы совершаете, у вас появляется программа действий в связи с этим акцептором результата действия, с потребным будущим. Значит, у вас идут, значит, это была афферентация, входящие на вас сигналы. Это эфферентные возбуждения. Это то, что вы как бы отпускаете вне себя. Вы говорите, делаем это, идем в ресторан, садимся за стол, вызываем официанта, там, и так далее. И дальше у вас появляются так называемые параметры, вот эти результата. Вот. И вы смотрите, соответствует ли то, что вы делаете, приближение у вас к акцептору результата действия. То есть вы могли прийти в ресторан, и дальше у вас сбой. Вы заходите в туалеты. И нет удовольствия от еды. Да? Это что такое? Параметры результата не соответствуют акцептору результата действия. Вы сюда запрашиваете, того я хотел, нет, что-то не так. Меняем, возвращаемся сюда. Наши результаты действия не приводят к тому, что мы хотели. Меняем действия. И здесь вот называется обратная афферентация, которая вызывает ориентировочную исследовательскую деятельность. То есть когда вы что-то планировали сделать, и у вас это не идет, ну, какой-то другой пример, вы назначаете кому-нибудь свидание. Приходите на свидание. У вас есть акцепторы результата действия? Да, если никого, нету сомнений, что он есть. Ну вот, значит, он у вас начинает. И вы все к нему пытаетесь приблизиться. То есть, значит, начну шутить. Ну там, пришел букет, там, что сейчас носит? Ну вот, этот, как его, с бутылочкой, раз, не пошло. Параметры результата нет, не алло. Меняем тактику, переделываем действие какое-то, идем обратно, спрашиваем, что у нас в памяти еще есть? А, есть вот такое, можно что покрепче. И все, и дальше, и дальше, соответственно, и все, вы ждете, пока у вас не случится то, что вы ожидали, ради чего вы пришли. Улавливаете, да? Значит, это общая схема акцептора любого действия. А теперь несколько практических советов. Не просто же ли вы так сидели и слушали всю эту химию. Значит, время. Значит, насколько вы раздвигаете свое собственное время? где порог времени, на котором вы думаете? Значит, вообще во всех развивающихся обществах, развивающихся, есть порог времени. И он всегда очень отставленный. Если вы возьмете сейчас мигрантов, которые приезжают из Узбекистана в Россию, из Афганистана, Индии и Пакистана в Европу или Сирии, они для себя ждут счастливого будущего для детей. Их порог времени, удовлетворение, удовлетворение, акцепторе, результаты действия отодвинут за грани их собственного исторического существования. и они не переживают. Они чувствуют себя лучше, чем чувствуют себя местные депрессирующие европейские граждане. Потому что они двигаются. И у них это будущее, как сердце будущим живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. И они туда прутся страшные силы. Где ваше будущее? Если оно не отставлено, вот оно как бы размер вашего состояния потока, вашего состояния на марше, вашей вовлеченности и вашего важного в отодвинутом времени. Потому что в противном случае вы вот здесь вошкаетесь здесь и сейчас, вы вот здесь в этих акцепторах здесь и сейчас вошкаетесь, и у вас постоянно все схлопывается, и у вас нету этого разгона. В советском обществе людям не нужно было умирать, хотя очень важно, чтобы у детей все было хорошо. И сейчас достают капсулы эти времени. Мне понравилось там какую-то капсулу заложили в 2017 году открыть. Вы наследники октября, празднующее столетие Великой Октябрьской революции уже освоили Луну и бороздите просторы космоса, чтобы Марс. Мы вам желаем просто всего. Вы хотите капсулу заложить сейчас? Поэтому страдаете. Потому что если бы вам хотелось заложить капсулу, у вас бы появился этот разбег, понимаете, у которого есть вся вот эта сложная хиромантия, которая будет здесь работать. Поэтому первое это длинник времени. И почему я говорю, что складка времени это ключевая наша сложность. Книжку помню. Вот. А складка времени по психическим причинам происходит. Я там объяснил книжке, почему психические причины. Но это черт с ним. И второе это программа действий. Какие действия приведут к этому отставленному времени? Вспоминаем классика. Сидят они под этим хлебушек жуют. Через четыре года здесь будет город сад. Это классики советской литературы. Революционные даже, я бы сказал. Где-то под обозом они там сидели. Кто помнит еще? Вот. Значит, да. Время отставленная задача и формирование программы действий. Что мне нужно знать? Что мне нужно сделать? С кем мне нужно проговорить? С кем мне нужно еще что-то? Как мне попасть в следующую историю? И так далее. Программы есть такой. Лежу на диване и хочется, чтобы был безусловно базовый, да, какой-то пассивный. Вот. Мне нравится это слово. Базовый пассивный доход ему нужен. Все. Я вижу это. пассивный даже в своей сути находится в прошлом. То есть это не то, что я начну что-то зарабатывать, а что я уже сейчас ничего могу не делать. То есть это не только не развернуто на туда, это уже как бы вот в там. И дальше программа действий, которая начинает предполагать, что ты просто изучаешь, у кого есть базовый пассивный доход. Ну, просто изучаешь, находишь этих людей счастливых. Не тех, кто как бы где-то смогли нажить, убежали и прячут в полном ожидании, что все еще можно как-то выжить в этом мире бушующем. Вот. У которых не базовый пассивный доход. У которых доход, который они, значит, теперь пытаются как-то сохранить и он не разъехался в ненужных так сказать направлениях. Они думают, что там работает и капает. Вот эта идея капания. Они все время путают это с этой вот советской самогонной аппаратой. Вот там вся херотень такая огромная и капает. Это сидишь и ждешь просто. И все. Да. Значит, развертка времени и программы действий. Значит, и без этого просто ожидать, что вы справитесь вот с этой конструкцией абсолютно невозможно. Потому что в принципе это нерешаемая задача. Представьте, что у вас здесь есть правильная программа действий. Нужно ли вам будет делать 100 итераций? Нет. Количество итераций зависит от того, насколько хороша программа действий к вашему акцепту результата действий. Это про что вопрос? Как может быть хорошая программа действий, если реальность постоянно меняется? Программу надо подгонять, когда ее изменится. Вы сейчас думаете, что я говорю, что программа действий предполагает достижение результата? Я же нигде этого не сказал. Я сказал, что это приводит к тому, что у вас есть акцепт результата действий, ваш мозг не может себе представить счастливой жизни во дворце с безусловным каким-то пассивным доходом, базовым доходом. Он это не может представить. Эту галиматью вы вам инфицировали, как меня, с типографией. Нет такого. В акцепте результата действий ваше ощущение, как вы будете себя чувствовать. Ваш мозг ищет определенного ощущения. Представьте, вот у вас может быть картинка «Я хочу 2000 квадратных метров, берег моря, там еще что-то, еще что-то» и будете несчастны. И у вас там 20,5 квадратных метров нету, и вы счастливы. Вы какую выберете? 20 квадратных метров, потому что мы ищем ощущение здесь, то, как вы будете себя чувствовать. когда вы здесь соизмеряетесь, вы не спрашиваете, у меня на счету точно миллион долларов или уже 999 999 999. Ну, у некоторых есть мечта миллион долларов. Не понимаете, что как только эта мечта осуществляется, сразу не понимаете, что они нищие. Что ты нищий, ты понимаешь только с миллионом долларов. До этого тебе кажется, что у тебя еще все неплохо. он не акцептор результата действия, не количество денег на счете проверяет. Он проверяет, как вы себя чувствуете с этим счетом, условно говоря, неважно каким. Если я себя с ним чувствую хорошо, с ним все в порядке. Идеальный счет. Поэтому когда вы говорите про акцептор результата действия, перестаньте думать про формально-логические конструкции. Я понимаю, что конструкторам это сложно, но мы ищем некого состояния. Это же делает мозг, это же не компьютерная программа. Его удовлетворение вот здесь, а его базовые потребности это чувствовать себя комфортно. Плюс-минус в этом коридор комфорта. Лавируете, да?